МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я прямо скажу, несколько дней требуется для того, чтобы после завершения слушаний в главе судьи сформировалось решение. Громкий процесс начался в августе, после того, как в суд с иском обратился бизнесмен Кибер Халваши. Он хочет вернуть свою долю в телекомпании, которую у него отняли 9 лет назад во время правления Саакашвили. Несмотря на то, что Халваши уже пообещал никого не увольнять с работы, сотрудники компании все равно этого боятся. Они уверяют, таким образом власти хотят закрыть неугодное СМИ. Сегодня поддержать журналистов к изданию суда пришли политики, представители неправительственных организаций, общественные деятели. Мы видим, что правительство пытается захватить единственный оставшийся оппозиционный канал и использовать судебный инструмент для достижения этой цели. Но вряд ли им это удастся, потому что вы видите, что по всей стране пошла волна протеста. Резонансное дело сегодня комментируют даже первые лица страны. Премьер заявил, что правительство не имеет к этому никакого отношения. Хочу публично заявить, что происходящее сегодня вокруг Рустави-2 это частная тяжба между двумя субъектами Саакашвили и Кебаром Халваши. Участие правительства в событиях, связанных с телеканалом Рустави-2, абсолютно исключено. И я призываю всех дать независимому свободному суду возможность принять объективное решение. Тем временем президент призвал судью не принимать поспешного решения. Соблюдение Конституции это обязанность всех граждан и в первую очередь властей Грузии. Призываю всех воздержаться от резких шагов и справиться с эмоциями. Будем же оберегать гражданский мир. Призываю судью не принимать поспешного и жесткого решения, чтобы еще более не накалить ситуацию. Заявление Георгия Маргвелашвили тут же раскритиковали члены правительства. Вице-премьер Кахи Каладзе расценивает слова президента как прямое давление на судью. Что означают слова не принимать поспешное и жесткое решение? Я призываю его разъяснить эти слова. Ведь это не что иное, как вмешательство в дела судьи. Рустави-2 один из самых рейтинговых каналов в Грузии. В 2003 году во время революции Рос он сыграл немаловажную роль в приходе Михаила Саакашвили к власти. Многие считают, что сотрудники телекомпании до сих пор подчиняются команде экс-президента. Сейчас телеканал работает в особом режиме. Сегодня весь день в эфире только информационные выпуски и ток-шоу. Борис Манжуков, Илладобенашвили, МИР24. Завтра в Тбилиси на Площади Свободы состоится концерт в поддержку телекомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова